АПЛОДИСМЕНТЫ Игорь Старыгин не простой москвич, и не только благодаря своей известности, а потому что был воспитан в лучших традициях советской интеллигенции. Обязан он такому воспитанию своему второму браку с талантливой актрисой Микой Ардовой, который привел его в дом номер 17 на Большой Ордынке. В этом доме жила семья отца супруги, писателя и драматурга Виктора Ардова. У Ардовых на Ордынке гостила Анна Ахматова, бывали Осип Мандельштам, Михаил Булгаков, Иосиф Бродский, Михаил Зощенко, Борис Пастернак, Фаина Раневская, Александр Солженицын, Дмитрий Шестакович, Корней Чуковский. Излишне говорить, что со времен вселения в дом Старыгина звездный список пополнился еще на одну персону. Вот стихий Старыгин. Я хотел сказать, отрежь мне руку. Я не найду, да? Это я. В этом древе. Это вы. Видно? Че-нибудь. Напротив окон кабинета Ардова располагаются окна одноэтажной постройки в прошлом конюшне, в которой Игорь прожил 12 лет. Как он сам признался, самые счастливые годы своей жизни. Тогдашний тесть и хозяин гостеприимного дома был крайне симпатичен Старыгину. Это кабинет Виктора Ефимовича Ардова. И вот зимой ночью, а здесь такой, видите, колодец, да? Тишина такая, только горит его одно окно, там зеленая лампа и слышен только... Его часто очень навещали, к нему приходили молоденькие поэтецы, ну, чтобы он как бы проконсультировал их. И он что делал? Он взял и записал на магнитофон, ну, вот этот шум, как будто он работает. И он включал этот магнитофон, а сам консультировал девушек, молодых. Давно покинув стены родной Ордынки, Игорь Старыгин продолжает радовать высокую публику и простые массы своим талантом. При этом он не забывает регулярно прогуливаться по столице и неспешно раздавать автографы, однако природная скромность не позволяет ему считать себя героем своего города. Я не знаю, почему бы вы меня выбрали героем города, а я бы выбрал героем города Юрий Михайлович. Прогулка со Старыгином по Москве – это масса интересных историй, льющихся как из рога изобилия. Игорь Владимирович может запросто стать самым лучшим экскурсоводом со специальной программой, которую так и можно назвать «Москва с Игорем Старыгином». Встречайте актера Игоря Старыгина. Здравствуйте, Игорь. Прошу. Вы очень любите Москву. Это мы знаем. Многие, может быть, узнали. Но все-таки ведь это непростое чувство. И можно просто сказать, да, я люблю свой город, я люблю Москву, но мне кажется, для вас это больше, чем просто любовь. Что-то есть еще. А вот что это значит? Я думаю, что это, как у любого коренного москвича, это объяснить нельзя. Ведь мы же не можем объяснить, за что мы любим женщину, правда? Кто-то из великих и умных сказал, если ты расскажешь, за что ты любишь эту женщину, ты ее не любишь. Так и Москва. Да, да, так и Москва. Если я скажу, за что я ее люблю, ну, не за что. За моего дворника, который, помню, когда мне было там 5-6 лет, я утром выбегал, я жил на Смоленске, я там родился, на Смоленском бульваре, я выбегал на улицу после дождя летом, и во дворе на газоне, на большом, на Смоленском бульваре, на кольце, я собирал грибы, я собирал шампиньоны, которые росли. Собирал. А уже когда, будучи школьником, я утром до школы собирал такую, у меня была камера от футбольного мяча, полную камеру набирал, относил домой моей любимой бабуле, вот, уходил в школу, приходил из школы и ел мой любимый грибной суп со сметаной. Ну, это... Вот за это... Вот за что? Ну, понимаете, это же не супер что-то, да? Ну, это вот за это я и люблю Москву. За грибы, за этого дворника, который поливал и обливал нас, дядь Гриша, облей нас, мы ему там зажимали эту шланг, он не знал, что такое, а потом, когда узнавал, знаешь, поливал нас, мы бегали, мы играли в казаки-разбойники и на плющик, и подсматривали в окна женской виноградовской бани, женской бани виноградовской на плющик. Мы бегали туда, подсматривали. Ну, что делать? И за это, конечно. И за это люблю Москву. И за хулиганство, и за все, и за красоту. Ну, вы знаете, о чем я хотел сказать? Действительно, вот это было какое-то время, какое-то количество лет назад, когда можно было собирать грибы. Сейчас ведь Москва здорово изменилась, правда? Но вот изменилось ли ваше чувство? Претерпела ли ваша любовь какие-то изменения? Нет, мне иногда грустно, бывает печально, бывает, ну, допустим, вот за мой район, вот в котором я почти, ну, сейчас всю жизнь, он 40 с лишним лет прожил за Замоскворечьем. Мне немножко обидно и грустно, и печально. Ведь Замоскворечье, это купеческий район, это были дома, где были этажность домов не более трех. это начальник города, тогдашний, тогдашний Лужков, тех времен, он, у него был специальный реестр, в котором нельзя было строить дома выше трех этажей, именно в Замоскворечье. Вот, потому что это был такой купеческий район, удивительный, какой, своеобразной архитектуры и людей, и вот, ну, а сейчас, понимаете, Но сейчас ведь тоже многое осталось, мне так кажется. Понимаете, мало, мало осталось, и вот я бы реставрировал, конечно, эти все вещи, но их, а их сметают и появляются на месте шикарного какого-то особнячка, там, 17-го, 17-го века, 18-го даже. Вот такой гамадрилл 17-этажный стеклянный, ну, зачем? Все, и он закрывает все. Я понимаю. Пожеление. Игорь, я вот, я вас прекрасно понимаю, и вместе с тем, я помню время, да, это было не так давно, когда вот эти купеческие дома, старые, которые представляют из себя действительно архитектурный интерес, они десятилетиями простаивали без ремонта, тоже беда, и практически, я просто помню вот вечернюю Москву, страшное, то есть, ну, не страшное, конечно, а очень печальное зрелище. И вот я не знаю, где этот выход, вот разумный компромисс, он не найден, наверное, но в любом случае, я вижу, как реставрируется многое, во всяком случае, церкви сохраняются, и то, что сейчас происходит за Москвореч, один из моих любимейших районов. да, это будет. Вот, все-таки, согласитесь, немного, но радует. Да, конечно, конечно, я же не говорю огульно, что все плохо, нет, все замечательно, людям надо жить, но вот это вот иногда вот сейчас, особенно в последнее время, вот это точечные, как они называются, застройки, когда есть свободные 10 метров, и там хороший скверик, в котором молодежь приходит, не дай бог, не пьет пиво, а хоть приходит, хоть целует. Но теперь есть возможность выбираться за город, и москвичи все чаще и чаще там встречаются, целуются и устраивают свои судьбы. Но не об этом речь. Все-таки, давайте вернемся к вашей актерской судьбе. Играть вы начали ради двух девчонок, я это помню, да? Сначала в школе, а потом чуть позже, вот уже не помню где, ради двух прикровных девчонок. Ну, в общем, это было примерно одно и то же время, вот, ну, да, да, я просто пришел в Дом пионеров, в театральный кружок, ради одной девушки, в которую я был влюблен. Я не пришел ни как актер туда, я просто пришел, просто вот пришел в эту, в этот, да, это была студия имени Гайдара, театральная, пионер, нет, пионерский театр имени Гайдара, вот так называлось, при нашем Ренинском доме пионеров, который сейчас, к сожалению, снесли. и получили первую роль ухажера прекрасной девушки, да, или не так? Нет, в общем-то, я не получил роль, я пришел просто так, я никогда не мечтал о сцене, то есть, вот, я пришел, мы делали, я помогал делать декорации, просто, вот, ребята там делали декорации, играли, но делали декорации, я в основном делал декорации, и просто, когда заболел один актер, мой ровесник, актер, который действительно много играл там главных ролей, и я его заменил в спектакле Михалкова, который назывался «Миг», а если расшифровать его, он, мы истребим капитализм, «Миг», да. Но если говорить о серьезных ролях, Игорь, театр, кино? Первая моя серьезная роль была в театре «Тюзи», меня очень поздравляли, серьезно, с главной ролью, опять же, в спектакле по пьесе Сергея Михалкова. Спектакль назывался «Зайка-зазнайка, три поросенка и серый волк». Я играл зайца. Ребят, не смейтесь, не смейтесь, потому что действительно меня поздравляли с главной ролью в этом, это же «Тюз», и там это «Тюз», «Зайка» — это главная роль в спектакле, причем Михалкова, лауреата, великого человека, вот, и меня действительно на полном серьезе поздравляли. я думаю, сначала шутят, издеваются. Нет, тем более, что потом роль «Зайки» к последнему акту разрасталась, наверное, на роли «Зайца». Да, да, очень серьезно, очень серьезно. Я обожал этот спектакль, мы играли его вместе сейчас с известным актером театра и кино, бардом, писателем, Володей Качаном, знаешь, Владимир Качан, вот, знаете, он работает в Рейхельгаузе, вот он играл «Волка», а я играл «Зайцы». Мы потрясающе играли, даже иногда, иногда нас приглашали сыграть этот спектакль на какие-то вечера, вот, у нас был подшипный шарик-подшипник, завод, то есть, или мы их были шефы, или они были наши шефы, я не могу понять. По очередной. Как-то так, да. И, в общем, когда у них праздник 8 марта однажды был, мы им предложили какие-то отрывки, такие серьезные, сыграть, там, о женщине, о мужчине, все, они говорят, ребята, сыграйте нам «Зайку-Зайку». И мы переделали спектакль, но так его переделали, конечно, Михалков, если бы увидел, конечно, он бы рассердился, но мы его сделали так, что такой треугольник был, волк, лиса и зайца, любовный треугольник, понимаете, вот, и мы его обыгрывали, это было так смешно, лучше, чем, там, любой капустный, поэтому я, я обожаю спектакль. Ну, я, смею предположить, что «Сердце Лисоньки» завоевал Заяц в этой ситуации, но тут, по-моему, без разговоров. Хотя она была жена по-настоящему Володь Качина просто, лиса. Ну, я ее завоевал. И вторая большая, конечно, роль, вторая ступень театра Моссовета, моя первая огромная большая работа, это «Островский, последняя жертва», где я сыграл главную роль Вадима Дульчина в партнерстве с гениальнейшей актрисой Фаиной Георгиевной Раневской. Вот это было. Вы знаете, вы что-то хотели сказать? Когда я сыграл с ней первый спектакль, я ее пригласил как бы на такой налегкий фуршет после спектакля, и спросил Фаина Георгиевна, «Ну, как я вам не помешал ничего? Как, ну, так сказать, не мешал я вам сыграть свою роль?» Она там у меня тоже большая роль, такой сводницы Клафиры Фирсовны. Она так в зеркало, я зашел к мне в кремер, она так через зеркало сидела, смотрела в зеркало, я стоял сзади, она через зеркало так посмотрела на меня. Ну, конечно, болтался, как цветок в проруби. Понимаете? Ну, а играть будешь. Вот это вот самое. Хотел вас спросить о борьбе не с мировым капитализмом, а о том, как вы боролись со своей внешностью, и действительно ли этот факт имел место в вашей жизни? Или это все-таки немножко приукрашенные вещи? Про синяки-то? Синяки, искусственное старение. Я, честно вам признаюсь, я, когда был молодой, там, вот так, примерно с 15 лет, я был удивительно слащавый и противный, такой красавчик. Мне было противно на себя смотреть. Честное слово, это не пижонство. Ну, противный, такой девичеподобный даже. Понимаете? Ангел. Ну, да. Вот я сейчас фотографии смотрю, я их рву сразу, эти фотографии, когда у меня там 15-16 лет было вот такое, еще не оформлено, ничего от мужика во мне не было. Это меня дико раздражало. Мы ходили на танцы в шестигранник, это Смоленска, недалеко парк культуры Горького, и там шестигранник, живая музыка, джаз играл, ребята. Мы ходили туда на танцы. И для того, чтобы как-то быть немножко помужественнее, я купил грим, и, значит, темно-синим тоном, я, значит, тебе делал синяки по его задам, так сказать, вот это вот, вот такие вот, ну, то есть слегка гримировался, чтобы придать себе мужественности, потому что смотреть на себя такого, это было просто противно. И хулиганы на танцах, естественно, сторонились вас, потому что думали, что же это такое? Вроде бы, да? Ну, тогда этого еще не было. А, вдруг синяки. Не было? Нет, тогда вот это, в смысле, голубизны, нет, тогда еще не знали вообще, что это такое. Это сейчас, куда не плюнет, все попадешь. Но не об этом речь, правда, Игорь? Не об этом же речь. Нет, вот к этому я никакого отношения не имею, вот, но я говорю, вот я делал из себя, пытался делать из себя мужика. Но думаешь, что девчонки не поддерживали ваши отношения к своей внешности? И да, мы думаем, что укоряли? Нет, нет, они, девчонки любили меня, да, любили. Любили. Было дело, да. Да, вот за что можно любить Игоря Старыгина? Я знаю, что, ну, не говорю о внешности, о девчонках, характер сложный все-таки у Игоря Старыгина, насколько я знаю. Вот есть, это я цитирую вас, упертость некая, да, можете, как вы уже сказали, сказать правду в глаза, это тоже немногим нравится. никогда не прошу первой прощения. Вот это, это ужасное качество. Даже если знаете, что я не прав, если я даже знаю, что я не прав, я буду корить себя, гнобить буду себя, но никогда первой не подойду и не извинюсь. вот это, ну, то есть, иногда бывает, когда в каких-то очень серьезных вещах, конечно, я делаю это шаг, но в принципе, это для меня, это очень тяжело. И вот это, ну, вот это, в этом, конечно, гадость, и как меня терпели мои жены, я вообще даже, и так еще, по 12 лет, там, по 5, по 12, там, по 8 лет, как они терпели. А терпели я знаю, за что? За чувство юмора, которое вы считаете одной из самых главных вашего характера. Ну, это, да, вот не знаю, о себе, конечно, сложно говорить, но я, я обожаю людей с чувством юмора. И вообще, вот я говорю, когда если меня спрашивают ваше любимое качество в человеке, это, я говорю, чувство юмора. Это, это удивительное качество, и особенно в плохой, в тяжелой жизни, когда, вот там, и во время болезни, что меня не миновало. Вот. И сохранить чувство юмора, это всегда здорово. И я, я, и вот сейчас, только уже, как бы, уйдя из муниципального театра, который мне все время давал роли, ну, так сказать, в хорошем смысле, голубых героев, романтических героев, вот, и которых я возненавидел за мои сорок, там, с лишним лет работы в театре, вот, и сейчас, если мне предлагают, я сейчас работаю, в общем, довольно-таки много в интерпризе, в основном, да, ну, как многие актеры, вот, и я, вот, и я сейчас отдыхаю душой, потому что я выбираю себе роли, ну, полных идиотов, дебилов, смешных, клоунского типажа, героев, так сказать, в кавычках, вот, я обожаю, сейчас уже, потому что я так наигрался, вот, этих таких, романтиков со шпагой в плаще, что мне они уже вот здесь, вот, и как мне сейчас приятно сыграть, говорю, какого-нибудь идиота, дурака, веселого, клоуна какого-нибудь, а мы так ждем романтиков со шпагой, которые, ну, я их уже много наиграл, ну, пусть за меня сейчас играет, там, Домогаров, пусть он там, или там кто-то еще, там, безруков, да, да, такой подтекст, ну, ради бога, я не возражаю, а я хочу что-нибудь такое веселенькое, подурачиться хочется, подурачиться, потому что, когда тут все так серьезно, прям неинтересно жить, а если от идиотов к идиоту, Игорь, к идиоту, может быть, может быть, может быть, но, или все-таки комические роли, действительно, настолько желанные, во-первых, я начал, я же начал свою творческую, так сказать, биографию, весь, как говорят, красиво, с комедийной роли, я же, мой диплом, студенческие годы, мы играли в учебном театре ГИТИСа, я играл Ивана Александровича Христакова, и играл... чиновника особых поручений, да, и играл, как говорят, даже неплохо, в 1968 году, когда мы уже учились, я учился, ну, мы играли уже на четвертом курсе, уже играли даже за деньги, нам зарплату платили, в учебном театре, был, был даже конкурс, потому что было четыре ревизора, в малом театре играл, кстати говоря, Соломин Юра, мой начальник, адъютант его превосходительства, в малом театре играл Слава Неви, во МХАТе играл Слава Невинный, диплом был также в Щукинском театральном училище у Захавы, и у нас четвертый спектакль «Ревизор», они все одновременно вышли, и когда был проведен среди этих, нашей прессы, конкурс на лучшие, спектакль был лучшим принят наш, Гитисовский спектакль, а лучшим Христаковым был я. Несмотря на этот спектакль в таких больших, великих, профессиональных театрах. Я понимаю, комедийные роли вот такие вот веселые, смешные для души, а вот что еще вам нужно для души, чтобы душа была в равновесии? Знаете, вот чувствовали себя... Ну, в основном, если я вот, когда меня спрашивают о моей такой, ну, тоже любимой, ну, в общем, все же роли любимые, как бы даже те роли, которые ты провалил, они все равно любимые. Я же ведь отдаю кусочек сердца, души, времени, извините уж, нервов, мозгов, если они есть, понимаете? Каждую роль, даже если она провальная была. Но есть, конечно, какие-то роли, которые я, ну, как бы выделяю, и мне приятно, я не люблю смотреть себя на экране, опять же, честно говорю, без бежонства, вот не люблю себя смотреть, потому что уже ничего не исправят, потому что я все время замечаю свои... Ну, каждый актер замечает на экране свои ошибки. Это не театр. Если я сегодня плохо в театре сыграл, завтра постараюсь сыграть лучше. Я могу исправить свою ошибку. В кино не исправишь, пленка, все, мертвая, ничего не сделаешь. Но есть какие-то роли, которые я люблю. И вот одна из таких ролей, которые я сыграл в огромном серийном фильме, многосерийном. Я бы не сказал, что это был сериал, как сейчас это вот сериал, и не надо путать. Это был хороший, многосерийный, настоящий, серьезный фильм «Государственные границы». И я как бы заварил вот эту вот кашу, то есть сыграл вот в первом фильме, в двух с половиной сериях, Владимира Дановича, капитана царской стражи, как тогда называли пограничников. И с этого фильма у меня началась огромная дружба с нашими пограничниками. Я объездил практически все границы Советского Союза после этого фильма. Я и почетный пограничник, и формы у меня всех погранвойск, начиная от... Извалия высокие пограничные. Да, начиная там от... Подводники пограничные, ребята, которые ходят где-то в Африке, там что-то, знаете, пограничные шорты, пограничные шорты, это уже смешно. Такая пилоточка, очень красивая форма у них, такая летняя. Вот. И, конечно, заканчивая большой, серьезной, самой высокой наградой, это награда... Венец... Золотой венец границы. Это такая, значит, награда пограничных войск, которой я был удостоен. Золотой венец границы, вот так он точно называется, золотой венец границы. А если говорить о ролях, которые вы исполняли, вот влияли ли они в какой-то степени на то, чтобы ваш характер менялся? Не знаю, в лучшую сторону, в худшую сторону. Насколько я вот так понял, вы не очень довольны своим характером, но все-таки были же в вашей судьбе роли, которые могли в какой-то степени повлиять. Ну да, могли. И вообще боролись ли вы со своим характером? Нет, нет, думаю, что нет. Как я боролся? Да я с ним и не боролся. Так, и не знаю. Это кажется плохо и эгоистично. Ну если, ребята, хотите, меня таким принимайте, а не принимайте меня таким, ну что же делать? Ну не могу я уже. Сейчас уже поздно переделываю свой характер. Но я думаю, что вряд ли, я думаю, что не только у меня, но вряд ли роль может серьезно повлиять на актера. Сделать его лучше или, если ты играешь отрицательную роль, сделать тебя хуже. Ну это же, ну как, ты же играешь разные роли. Ну, влезь, ты можешь не выйти из роли. Сегодня неделю я положительный мальчик, да? А следующую неделю я играю, так сказать, отрицательную роль. Значит, я гад, убийца, подлец. Как вот после фильма «Доживем до понедельника», где я получал в день по 200 писем, в которых мне объяснялись любви, девчонки и все такое прочее. И вдруг буквально следующий фильм, через год, я очень долго ждал этого фильма, то есть этой роли, чтобы не стать на всю жизнь Костей Батищева. Мы с фильмом «Доживем до понедельника» этим красавчиком, за которым бегали девушки, таким как бы вожаком этого класса. Я не хотел, чтобы, потому что у меня были очень много предложений сыграть такого же вот Костю Батищева, следующий фильм, следующий, следующий. Я отказывался, 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 пока не получал в сценарии фильм «Обвиняется в убийстве», где я сыграл роль Анатолия Васина, настоящего, настоящую сволочь, подонка и убийцу, интеллигентного убийцу. Холодного, расчетливого, да? Иначе, по-моему, вам было бы сложно справиться с такой родином. Да, да, да. И я рад, и за фильм, ну, то есть фильм «Доживем до понедельника» получил государственную премию Советского Союза. И фильм «Обвиняется в убийстве» получил государственную премию Советского Союза. И фильм «Адъютант его превосходительства» получил государственную премию Российской Федерации. Три моих первых фильма все были застойны. Это, конечно, это не моя, так сказать, вина, а это просто моя удача. То, что вот я попал в эти три замечательных фильма. А первая, конечно, удача, это встреча с Ростоцким, «Доживем до понедельника». И вот этот фильм меня, конечно, вывел на большую киноорбиту. Если бы не этот фильм, я не знаю, был бы я здесь сейчас с нашими замечательными зрителями на этой площадке, на телевидении московском. Игорь, это вопрос. Это удача. Да, вот хочу об удаче спросить. Мне кажется, большая удача, когда у человека, известного человека, да, появляются друзья, допустим, из детства, и вот они проходят, может быть, не всю жизнь, но значительную часть жизни. Вот у вас есть такие друзья настоящие? Вот удача в этом отношении вам сопутствовала? Есть, да. Ну, во-первых, 30 лет мне, так сказать, удача сопутствует в моих друзьях-мушкетерах. Вот в этом году, в этом году будет 30 лет со дня выхода на экраны первого фильма. У меня в этом году двойной юбилей. 40 лет исполняется фильм «Доживем до понедельника». И 30 лет фильму «Д'Артаньян и три мушкетера». Где я познакомился с Мишей, с Веней, с Валентином, с нашим паханом и нашим большим старшим другом Володей Балоном, который и играл Дежусака в фильме, и делал все фехтовальные бои в наших фильмах от самого начала до сегодняшнего, последнего фильма, который выйдет еще только в феврале. и последний наш фильм «Д'Артаньян и три мушкетера», который называется «Возвращение мушкетеров» или «Сокровище Мазарини». Премьера фильма будет в феврале еще. Это новый фильм. К Дюмалу не имеет никакого отношения, но это тоже про мушкетеров. Ну, наверное, вы уже читали о том, как мы уже с небес спускаемся на землю на одни сутки, чтобы помочь своим детям найти вот эти вот знаменитые сокровища Мазарини. Вот это мои друзья. 30 лет. Если говорить не о кино. А если не о кино, то со второго класса я дружу до сих пор с человеком, с которым я проучился 11 лет. И до сих пор мы дружим и в школе, и после школы. Кстати, он имеет очень прямое отношение к телевидению. Саша Ревазов, ведущий оператор центрального телевидения. В один год я поступил в театральный институт, в ГИТИС, а он поступил на операторский факультет. Ну, действительно, это удача, когда есть хорошие роли и в кино, и в театре, когда есть настоящие друзья, и удача, когда впереди еще... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok